Какая шаурма самая вкусная? Правильно, с белым соусом. Шутка. Самая вкусная шаурма, которую ты прям ждешь, когда ее тебе делают. Ну когда же, когда же она будет готова. То же самое и с розыгрышем. Помните, мы запускали замечательный розыгрыш на Kede Fallen? Вы долго ждали, мы подогревали вас. Вы же чувствуете, что фляга свистит, а она не совсем засвистела. Сейчас будет, друзья, розыгрыш. И мы с помощью рандомайзера выберем комментарий, который как раз заберет Kede Fallen. Заходим на сайт новой коллекции обуви для скейтбординга. Ах, какой чертовски отвратительный ведущий. Копируем ссылку, вставляем. И посмотрим, кто из комментариев у нас выигрывает. Та-дам, та-дам, та-дам. Так, победитель Ник. Хотелось бы увидеть тест на крепкость одной из моделей этих Kede. Кстати, очень хорошую идею подал нам пользователь Ник. И за свой замечательный комментарий он получит у нас Kede Fallen. Поэтому, пользователь Ник, пожалуйста, в любую из соцсетей Squadboard Shop напиши. Скажи, что да это я, Ник, товарищи. Это я, Ник. Покажи, что ты подписан на нас везде. Покажи нам свою любовь, дорогой. И благодарим, что участвовали в розыгрыше. Я думаю, когда-нибудь наступит тот момент, когда все из вас что-нибудь выиграют. Ребята, вы вообще уже смотрите на эти обзоры. Значит, вы уже победители по жизни. Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров. И вновь мы приветствуем вас в скейтбордическом центре всей вселенной. В новом магазине Squad, который находится в Москве на станции метро Таганская-Марксистская. Приходите сюда, если вдруг вы еще не были. Кстати, почему вы здесь еще не были, друзья? Понятное дело, что переезды сейчас не так значительны. Но когда люди приезжают в Москву, там нужно посмотреть три вещи. Ларек с шаурмой на Казанском вокзале, Красную площадь и магазин Squad, который находится вот здесь. На нем прям так и написано «Центр скейтбордического катания». Впрочем, отойдем от приветствия, друзья. Сегодня будет очень короткий, но очень интересный обзор про одну очень интересную деку от компании Foundation. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы. Foundation – великий бренд. Великий бренд, который существует уже больше 30 лет. И однажды я про него что-нибудь расскажу как раз в позиции человека, который интересуется всей скейтбордической культурой, интересуется уличной культурой. Но сам, как вы видите, по мне не особо катается. Но сегодня хотелось бы рассказать об одной доске. Вернее, об переиздании одной из классических досок бренда. А именно доски под названием Akira. Которая была выпущена впервые 30 лет назад. Выпущена она была для райдера Стива Олсена. Человека, который тоже начал в 90-х годах кататься. И, наверное, не знаю, кто помнит скейтбординг того времени, следит за его историей. Те помнят, что в те времена достаточно популярна была тема как раз японской анимации, аниме. Вот это все. Даже был бренд Hook Ups, наверное, вы помните. Который полностью был построен на вот этих вот красивых школьницах с огромными грудями, короткими юбками. Господи, не могу я об этом летом говорить, друзья мои. Ну, короче, интересный бренд такой. Но это был не единственный референс к японской поп-культуре. Еще был великий фильм Акира, который вышел в 1988 году. До сих пор считается не просто одним из лучших аниме, не просто одним из лучших мультфильмов, но и, в принципе, наверное, одним из лучших фантастических произведений, которые же 150 тысяч раз пытались экранизировать в Соединенных Штатах, про которые пытались сделать какие-то повторения. Но который, по-любому, стал просто, знаете, такой знаковой вехой в истории кинематографа, в принципе. Вы знаете, моя любовь к кинематографу. Я уже рассказывал вам и про Квентина Тарантино, и про каких-то других режиссеров, и еще много поговорим. Но Акира, если вдруг вы не смотрели, очень и очень советую посмотреть этот фильм. Так вот, в 1991 году молодой райдер Стив Олсен в молодой компании Foundation, он решил, что он хочет себе доску, где не будет написано, что это он, а просто будет доска по мотивам как раз Акиры. Ну, сам Стив Олсен, он сам выглядит как такой слегка азиатский товарищ, и поэтому он попросил вот такой вот сюжет для доски. До сих пор эти доски в 30-летней давности можно найти на ebay за очень большие деньги, поэтому если у вас там лишние 500 баксов есть, можно в коллекцию себе доску заполучить. Но если такой доски нету, хочется потратить чуть поменьше денег, то обратите внимание вот на эту доску. Тоже такой момент. Не скажу, сколько сейчас стоит на перепродаже, но специально, когда подготавливался к этому обзору, гуглил, смотрел в различных магазинах по всему миру, практически везде она уже распродана. Соответственно, очень интересная и очень хорошая доска не только для того, чтобы заниматься скейтбордическим катанием, но и для того, чтобы повесить ее на стенку, добавить ее в свою коллекцию, если у вас есть уже коллекция дек для скейта. И еще такой очень интересный момент. Несмотря на то, что скейтер Стив Олсен, чья это доска, начал кататься в начале 90-х годов в тусовке, он известен как The Younger One или молодой Стив Олсен, потому что кроме него есть еще один известный скейтбордист Стив Олсен, который начал кататься еще со второй половины 60-х годов, в 70-х, 80-х тоже катался. В 90-х большем, правда, он начал увлекаться живописью. Как часто очень бывает с людьми, которые сроднились с уличной культурой и хотят выражать себя не только в катании, но и в чем-то еще. Он начал писать свои картины, стал, в принципе, достаточно популярным художником. На многих тату-конвенциях до сих пор ездит, такой седой дядька, очень популярный. Кстати, молодой Стив Олсен, он тоже пошел в другую студию, но, к сожалению, в совершенно непродуктивную он начал читать рэп. Рэп, друзья, говно. Если кто-то из вас слушает эту музыку, прекращайте. К примеру, что может сделать с рэп-человеком, пишите в комментариях. Это ужасно просто. Я вам еще раз хочу сказать, что благодарю, что смотрите нас. Обратите внимание на эту доску, заходите в магазин, посмотрите другие доски. Мы, кстати, про них тоже расскажем в следующих обзорах. С вами был Дмитрий Егоров, Центр скейтбордической культуры «Сквот» на Таганской-Марксистской. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!